Как собрать косметичку для новичка? Но подождите одну секунду, если вы вдруг уже далеко не новичок, и у вас уже есть косметика, вы знаете, как ей пользоваться, и у вас уже вообще такая коллекция, что все ваши подружки вам завидуют, все равно не выключайте это видео, потому что сегодня я расскажу вам реально о супер классных средствах, которые я действительно сама использую, которые я могу посоветовать как начинающим, так и тем девушкам, которые уже действительно делают макияж. Так что, если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь, тык, включайте себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы приступаем. Начнем, пожалуй, с одного очень важного средства, которое по какой-то причине ни один блогер не рекомендует для начинающих. Средство это вот такая вот цветная палетка для контурирования. Такие палетки созданы для того, чтобы нейтрализовать ваши какие-то локальные недостатки. Вот смотри, например, у тебя есть проблема, что у тебя кожа вокруг носа, предположим, всегда краснеет. Для того, чтобы убрать это покраснение, ты используешь зеленый цвет. Если же ваша проблема это излишний жирный блеск на лице, вы используете сиреневый цвет. Если вы страдаете от этого, вы наносите вот этот вот сиреневый цвет на те зоны, которые у вас страдают от жирного блеска. Желтый и вот этот вот персиковый цвет созданы для того, чтобы нейтрализовать круги под глазами. Если ваши круги сильные-сильные-сильные выраженные, сначала мы используем оранжевый оттенок, наносим его прям к нам под глаза. Потом используем желтый в тех местах, которые у нас все еще просвечивают. И таким ненавязчивым образом вы действительно перекрываете всю вашу синеву, черноту и темноту. Следующее наше наполнение косметички это тональные крема, тональная основа. Я не буду показывать вам одно какое-то классное средство, потому что этих средств, как вы видите, у меня целых четыре. Сейчас я расскажу вам подробнее о том, какой тональник, к какой цели и какой кожи может подойти. Средство от Maybelline. Оно идеально подойдет тем, у кого кожа склонна к жирности или кожа нормальная, но опять-таки немного более в жирную, хоть они в сухую. И он очень хорош тем, что, во-первых, у него огромная палитра цветов. То есть даже если вы суперсветлая девушка, вы сможете спокойно себе найти оттенок, подходящий именно вашему тону кожи. Потом, в чем его еще достоинство? Он очень хорошо растушевывается как пальцами, так и кистью. Плюс его можно наслаивать. Так, второе средство. Второе средство выглядит у меня вот так. И, как вы видите, это одно из самых частых моих тональных используемых средств. Его прикол заключается в том, что этим тональным муссом вы можете просто что угодно делать на вашем лице. Он настолько хорошо перекрывает, он настолько хорошо ложится, что даже если вот вы никогда в жизни не держали косметику, вы его покупаете, вы его наносите, и вы счастливы, у вас с первого раза получится. Далее также из очень хорошего это вот такой вот BB крем от Garnier. Это уже идет как BB крем. В чем преимущество? Опять-таки, огромная цветовая палитра. Кстати, в отличие от вот этого мусса, у этого средства просто дофига цветов. Там есть розовый потон, персиковый потон. Какое здесь дальше идет преимущество? Идет преимущество того, что очень легко наносится. Очень легко наносится кистью, пальцами, спонжем. И он оставляет такой, знаете, легкий блеск вашей кожи, но именно блеск-сияние. Ни в коем случае не жирное вот это вот пятно на лице. То есть, это очень деликатное, естественное средство, которое не матирует. Они так и заявляют, что это увлажняющий уход. И это на самом деле так. То есть, вы получаете вместе с этим средством, мало того, что клевый тональный, так еще и хорошее увлажнение вашей кожи. И последнее средство, которое мы хотим рассказать, как видите, оно тоже такое выглядит довольно поюзанным. Это, опять-таки, фирма Essence, уже матирующий тональный BB крем. Преимущество этого крема, оно не забивает поры. Также его преимущество в том, что оно делает лицо каким-то более лощеным. Но в отличие от всего остального, что я вам показывала, этот тональник на лице заметно. То есть, да, действительно, если вам нужен какой-то плотный макияж, вечерний или что-то в таком формате, или вам просто нужен более активный какой-то компонент, который будет действительно сильно перекрывать ваши внешние недостатки, то вам есть смысл обратить внимание именно на это. Конечно же, дальше следующий очень важный момент. Это консилер. Короче, я думаю, вы понимаете, что я вам сейчас буду советовать. Это консилер от Maybelline. Он выглядит у меня уже вот так, потому что это лучшая вещь из всех консилеров, которые у меня когда-либо были. Из дорогих, из дешевых. Просто суперкрутая тема. Очень удобно то, что у него уже есть своя кисточка. Я просто обожаю такие продукты, где не нужно тратиться дополнительно на кисть. Кстати, про кисть мы с вами позже поговорим. И его можно наносить совершенно спокойно. Под глаза, на какие-то локальные недостатки, если у нас есть. Можно наносить под брови для того, чтобы убрать, да, какой-то излишек макияжа. То есть средство безумно-безумно крутое. Растушевать можно той же самой кисточкой, которая входит в комплект. Можно растушевать пальцами. Я растушую сейчас пальцами, и вы увидите, насколько хорошо это средство. Кстати, когда-то очень давно я снимала видео для ныбочков. То есть именно для тех, кто только-только начинает делать макияж. Кто будет первый раз в жизни брать косметику. Обязательно, если вы не смотрели еще то видео, потому что он довольно старое, посмотрите его после просмотра этого. Потому что я действительно покажу вам, как наносить косметику так, чтобы было круто. Следующим моментом я хочу показать вам тени. На самом деле, вот с тенями, с тенями выбор какой-то не такой уж и хороший. Потому что купить реально очень клевые тени за очень-очень небольшие деньги, это уже более проблематично. Поэтому из самого бюджетного и самого полезного я могу выделить вот эту вот палетку от Maybelline 24 Carat Nude. Смотрите, в чем ее преимущество. Ну, кроме того, что у меня выпал здесь уже один из рефилов, причем один из самых важных, потому что он был коричневый. Ну, это такие уже детали. Чем хороша палетка? Реально очень нужные, правильные цвета. Тут вам и цвета какие-то более глубокие, то есть изумрудные, рубиновые, потом золотые, которые не на каждый день. Но иногда вы можете просто захотеть сделать какой-то более яркий макияж. В остальном, очень правильные цвета. Реально очень много оттенков всевозможных бежевых, которые будут крайне полезны. Я чаще всего из этой палетки использую вот этот вот цвет. Очень классно использовать как базу для макияжа. Теперь я возьму более темный оттенок. Я смешаю вот этот с вот этим, чтобы он был, знаете, такой средней глубины. И нанесу на складку верхнего века. Кстати, обратите внимание, какие кисти я использую. Это кисти от Essence. И это реально самые дешевые из хороших кистей. Самые хорошие из дешевых кистей. Вот так было бы правильнее сказать. Теперь при помощи этой палетки я предлагаю нам также нарисовать стрелки. Я беру для этого сейчас, к сожалению, черный цвет. Коричневый был бы лучше, был бы более естественный. Но возьму сейчас черный и сделаю межресничную подводку. Кстати, вы наверняка уже обратили внимание на мой макияж глаз сегодня. Просто зацените, какие я нарисовала стрелки. Это выглядит необычно и, если честно, то, на мой взгляд, просто потрясающе. А еще, представляете, я нарисовала целых 15 видов разных стрелок для сайта make-up.ru. Посмотрите, какое красивое видео я сняла и разместила его на их сайте. Ссылочку на все это вы найдете в описании. Обязательно переходите посмотреть, а потом напишите мне, какие стрелки вам понравились больше всего. 15-15 стрелок. Это корейская тушь. Уж такая она прекрасна. Во-первых, она не осыпается вообще никогда. Во-вторых, она не пятнит никогда. Во-третьих, она легко смывается. Очень важно, чтобы тушь хорошо смывалась. Потому что, знаете, иногда бывает такая тушь, что накрасила ресницы, все классно. А потом ты 3 часа ее там оттираешь всеми маслами, мицеллярками, потом еще мывалками, потом еще какой-нибудь фигней. С этой же все очень быстро, просто и классно. Плюс она очень удачная в том плане, что она делает верхние ресницы и нижние ресницы. Вот такой вот плюс-минус результат получается от этой туши. Как видите, выглядит очень здорово. Сразу глаза мои приобрели яркость, они стали более выразительными, то есть стало все очень клево. Так что я вам действительно вот рекомендую ее поискать. Белестница моя. Как вы знаете, брови это очень-очень важный момент. И в вопросе нашей внешности брови действительно могут все нам или сделать очень крутым, или все нам могут зашакалить. Тут есть два варианта. Значит, вот это средство. Maybelline. Тут преимущество в том, что есть, во-первых, щеточка. Щеточка очень хорошая, она тоненькая, посмотрите сами. И ей очень удобно прочесывать наши брови. Плюс этот карандаш, он может сделать вам как очень графичные брови, то есть четкие прорисованные, так и естественные. Потому что вот сам этот грифель, он какой-то совершенно чудесный. Но есть, однако, у этого средства супер недостаток. Очень быстро кончается. Нет, очень быстро кончается. Вот реально. Я заполняю брови карандашом. Я двигаюсь по направлению линии роста бровей, прокрашивая таким образом все пробелы, чтобы цвет был равномерный. После чего расчесываю брови еще от... Вот смотрите, я специально сделала брови слишком темными и немножко вышла за край. Теперь, возвращаясь вот к этому моему консилеру, о котором я говорила в самом начале, я просто нейтрализую вот этот весь стремный эффект. Я могу рекомендовать именно такой формат консилера для наполнения вашей косметички, именно потому, что он один из самых удобных. Также конкретно этот консилер не сушит кожу, не стягивает ее и не рыжит после длительной носки. Теперь из моей косметички я достаю румяна. Я предлагаю вам сейчас посмотреть, как будут выглядеть именно кремовые румяна, потому что я лично считаю, что кремовые румяна это одно из самых лучших вообще созданий... Одно из самых лучших вообще произведений? Нет. Одно из самых лучших вообще, что когда-либо косметическая индустрия придумала, потому что эта штука, она просто гениальна. Ее так легко наносить, она подходит в любой ситуации, она вообще очень обычно, как правило, стойкая и с ней очень трудно переборщить. Поэтому сейчас я прям наношу румяна и буду их прям пальцами и растирать. Да, к тому же для таких румян вам никакой дополнительный арсенал в виде кистей, для румян и всякого такого не понадобится. Не забываем улыбаться. Прямо сейчас давайте улыбнитесь, улыбнитесь, я настаиваю. Но улыбаться нам нужно для того, чтобы вот эти вот шерчки у нас появились и вы могли туда наносить все. Теперь, конечно же, нужна пудра, чтобы все это добро припудрить. Здесь снова наш любимый Maybelline входит с фудрой, фудрой, с пудрой Fit Me. Обожаю пудру. Почему? Потому что обожаю вот этот спонж. Чем я так от него просил? Потому что он двусторонний. И с одной стороны более мягкое покрытие, с другой более прорезиненное. То есть, если нам нужно просто чуть-чуть добавить пудры на лицо, мы берем это мягкое покрытие и прям наносим вот чуть-чуть совсем, получаем исключительно вот этот вот самый эффект легкой припудренности. Убираем весь наш лишний блеск. Но, если вы понимаете, что вам сейчас прям нужно плотное какое-то покрытие, вы берете более прорезиненную сторону и прям плотно прикладываете ее к своему лицу. Да, у вас получается как бы эффект второго тонального крема. При этом это не будет заметно на коже так, что к вам люди подойдут, не знаю, будут на вас дышать, а вы посыпетесь вся. Вообще, я с очень большим трудом представляю себя ситуацией, когда к какому-то человеку вдруг подходит толпа людей и просто начинает на него дышать. Не, вообще, представляете, какая крепота. Кешмар, что у меня в голове? Почему у меня вечно какие-то такие странные мысли? Ах, господи, боже мой. И под самый конец нам, конечно, не остается разобраться с губами. Сейчас я покажу вам три помады, каждая из которых идеально подойдет для вашей косметички. И учла я в этом главные запросы для разных девушек. Первая это вот такой вот карандаш-помада от фирмы Белль. Честно, очень клевая, очень дешевая косметика, к тому же гипоаллергенная. Это средство сможет идеально нанести даже тот человек, который никогда ранее не держал ничего подобного в руках. Помада имеет очень удобную форму для нанесения, к тому же ее можно распределять пальцами. Вторая помада точно понравится тем, кто в первую очередь хочет и любит плотное глянцевое покрытие. И третье то, что у меня есть, это фаомада фирмы Катрис. Для новичков это лучшая матовая помада, так как она наносится, как обычная, но на губах она выглядит матовой. И из плюсов она не сушит кожу губ, правда из минусов держится не супер стойко. Собственно, вот такая вот косметичка с этими средствами у нас получилась. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я очень надеюсь, что если оно вам понравилось, вы подпишитесь на мой канал. Ты включите себе выдавление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И, конечно же, подпишитесь на мой инстаграм, ведь именно там у меня происходит в основной наша движуха. Так что жду вас в моем инстаграме. Если вы не хотите со мной еще прощаться, то обязательно посмотрите другие видео на моем канале. Вы найдете огромное количество всякого разного контента. Обязательно зайдите во вкладку «Мои видео», посмотрите, что там есть. Я уверена, вас что-то еще заинтересует. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.